Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем коротком видео я озвучу вам свою идею, которую я уже поделился с разработчиками. Ну и попрошу вас либо поддержать данную идею, либо сказать, почему вы считаете, что данная идея не является годной. Как вы можете это сделать? Вы можете написать комментарий под данным видео и в начале комментария написать знак плюс и дальше текст в поддержку моей идеи, либо написать знак минус и написать, почему вы считаете, что данная идея не должна быть реализована и не является интересной. Так или иначе, все ваши мнения безусловно важны, потому что именно ими я обосновываю те или иные позиции, с которыми выступаю по отношению к разработчикам и к варгеймингу, выходя с какими-то предложениями, либо с какой-то критикой. Так вот, ребят, как все вы знаете, начиная с сентября 2023 года, больше не будет никаких вот этих вот всех коллекционных машинок из батл пассов. Туда на 30 уровень вместо коллекционной машины 6 уровня, ребята, решили разработчики ложить внешний вид для каких-то машин проходных. В частности, положили как эксперимент на АТ-15. Выглядит, безусловно, очень красиво, но давайте будем говорить откровенно. Кроме внешнего вида, в машине абсолютно ничего не добавляется и никакого дополнительного баланса машина не получает. Что же касается тех ребят, которые могли расстроиться, потому что вкладывали деньги в особые пропуска для того, чтобы получать определенную сумму голды, продавая коллекционные машины, то 500 золота положили на 55 уровень. Это, я думаю, тоже вам известно. Но как же быть с теми ребятами, которым нравилось все-таки играть на машинах, которые похожи на проходные тачки, но в чем-то все-таки от них отличаются? Это первый вопрос, который меня беспокоит уже не первый день. Ну а второй вопрос, который меня беспокоит, где же право выбора, которое раньше у нас было? Те, которые хотели оставить себе, допустим, киборга, в моем случае я его себе оставил на основном аккаунте, они себе его оставляли и не продавали за 500 золота. Те, кому не нужен был киборг, им было достаточно проходной машины, или они просто не играют на шестых уровнях, они данные тачки продавали и получали 500 голды. Получается, что для тех игроков, которые тачки продавали, ничего не поменялось, потому что 500 золота они и так получат. А вот для тех игроков, которые машины не продавали и оставляли себе их в коллекцию, все, безусловно, поменялось. Потому что, во-первых, теперь им нужна проходная тачка, в нашем случае АТ-15, для того, чтобы иметь возможность кататься на нем в каком-то легендарном внешнем виде. Ну а во-вторых, ребят, давайте будем говорить откровенно, АТ-15-то от этого вообще не поменялось. Какая была, такая и осталась. В чем суть моего предложения? Предложение очень простое, я об этом уже, как я сказал, написал разработчикам. Я предложил разработчикам вот сюда, вот на 30 уровень, ложить не просто камуфляж, а помимо камуфляжа, ложить сюда ящик с инструментами. Ну, по крайней мере, я его так себе пока назвал. И этот ящик с инструментами можно будет либо продать за 500 голды, либо использовать, и если использовать данный ящик, то в случае с нашей АТ-15, допустим, данный ящик с инструментами апнул бы проходимость у данной машины, либо апнул бы поворотливость, либо апнул бы мощность двигателя, либо удельную мощность на тонну, либо, не знаю, там, скорость в машине добавила бы. Короче говоря, где-то какой-то ап, ну и безусловно, как же без того, чтобы в машине появился какой-нибудь минус. Ну, допустим, апнули скорость передвижения, но забрали немножко брони с каких-то там частей лобовых. Короче говоря, ребят, я предлагаю, чтобы у нас в игре все-таки была возможность выбора, и если моя идея с ящиком инструментов для проходных машин вам интересна, то обязательно поддерживайте ее в комментариях. Мне, допустим, было бы очень интересно на восьмой уровень получить ящик с инструментами на какую-нибудь восьмерку, допустим, на того же самого борща, который мне, безусловно, очень сильно нравится как машина. Ну и, соответственно, иметь возможность на этом борще заехать и иметь на нем, допустим, лучше точность. И при этом всем машина обладает легендарным каким-то внешним видом. Таким образом, заходя на том же самом борще в бой, все союзники и соперники видят, что я заехал не на обычном борще, а на машине, которая в чем-то апнутая, ну и, соответственно, выделяется из толпы своим новым великолепным внешним видом. Вот такая вот идея. Пишите свое мнение обязательно в комментариях. А еще, если вы там будете указывать свой игровой никнейм и ID, и у вас открытые подписки на мой канал, то вы имеете возможность поучаствовать в розыгрыше особых пропусков на батл пассы, ну а также премиумных тачек, поскольку данное видео может войти в перечень тех, под которыми мы будем проводить розыгрыши на прямых трансляциях. Поэтому, друзья мои, оставляем комментарии, пишем все, что считаем нужным. Я побежал снимать дальше специально для вас. Ну а вы обязательно возвращайтесь на канал, смотрите мои видео, приходите на прямые трансляции. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.